Здравствуйте! Это программа «Формула качества» и я Алина Шувалова. Известно, что одну треть жизни человек проводит во сне. А значит, выбор матраса – дело ответственное и не совсем простое, как может показаться на первый взгляд. Прошли времена, когда в магазине можно было найти лишь ватные матрасы. Латекс, кокосовая койра, блок-банель, независимые пружины и даже эффект памяти. Если не знать всех этих нюансов сегодня, то можно купить совсем не то, что нужно. Современные матрасы делятся на пружинные и беспружинные. У последних – меньшая упругость. И такие матрасы выбирают люди, которым не нравится выталкивающий эффект пружин. Пружина – это сердце матраса, поэтому от ее характеристик зависит его качество. Плохая пружина может пройтись или лопнуть. Андрей, здравствуйте. Скажите, это действительно так? Пружина – самое главное в матрасе? Да, конечно. Пружины изготавливаются из стальной проволоки диаметром от 1,5 до 2,5 мм. Данные пружины используются на блоке «Банель», потому что количество пружин составляет 120 штук на квадратный метр. Вот эти пружины у нас используются в блоке независимых пружин. Но их количество увеличивается до 260 штук. И, разумеется, тут используется проволока меньшего диаметра, чтобы более точно распределить вес тела. То есть, чем больше пружин, тем лучше? Разумеется, да. Можете смотреть? Да, конечно. Пойдемте. Использование большего количества пружин улучшает точечную эластичность. К тому же у матраса из независимых пружин отсутствует так называемый эффект волны. Вот уже наша готовая пружина. Она на этом оборудовании запаивается в отдельной матерке чехол. То есть, пружинка не имеет трения между собой. Ну, вот такой матрас, он будет стоить дороже, наверное. Да, несомненно. За счет новой технологии увеличение количества пружин, разумеется, стоимость матраса увеличивается, ну, примерно в два раза. Независимые пружины обеспечивают индивидуальный подход к различным участкам тела. На таком матрасе позвоночник находится в естественном положении, что делает сон более комфортным и глубоким. Наполнитель – это то, что находится между пружинным блоком и обивочной тканью. Он нужен для перераспределения нагрузки и придания матрасу большей жесткости или мягкости. А это латекс? Да, это натуральный латекс, который состоит из 80% натурального сырья. Он изготавливается из сока дерева гвинея методом вулканизации и придания ему определенных размеров. Плюс дополнительно он имеет еще сквозные отверстия, которые способствуют вентиляции матраса. Для жесткости используется кокосовая койра. Тоже экологически чистый материал, изготовленный из кокосового дерева. А как создается беспружинный матрас? Складываются слои, получается вот такой вот бутерброд. Ну, наверное, картифический эффект здесь... Да, картифический эффект теряется, потому что отсутствует пружинный блок. Матрас следует правильно одеть. И здесь главное не веселенькая расцветка чехла, а качество и состав материала. Чехлы бывают натуральными, искусственными и комбинированными. Ткани для них могут быть пропитаны специальными антиаллергенными и водоотталкивающими составами. Лучшими для обивки считаются жаккардовые ткани. Выбор материала обивки зависит от личных предпочтений покупателей. В любом случае желательно, чтобы матрас был простеган. Чехол может быть съемным. Такие конструкции снабжены молнией. Но часто после стирки надеть его на матрас становится проблематично. В несъемном чехле все внутренние слои лучше примыкают друг к другу и не деформируются. Добавив к этому все то, что мы узнали о пружинах и наполнителях, отправимся в магазин. Перед тем, как купить матрас, внимательно измерьте металлической рулеткой свое спальное место. Отклонения в размере матраса от кровати в 2-3 см в меньшую сторону допускаются. Если есть зазор, даже удобнее будет стелить постельное белье. Скажите, на что нужно обратить внимание в первую очередь при выборе матраса? Ну, активальным вариантом при выборе матраса должен быть матрас, в основе которого находится блок независимых пружин. Обязательно. Потому что, да, этот блок имеет очень хорошие ортопедические свойства и позволяет сохранить правильное состояние вашего позвоночника во время сна и отдыха. Вторым же критерием при выборе матраса нужно определиться со степенью жесткости матраса. Потому что, с одной стороны, есть только один мягкий наполнитель, и эта сторона, она более мягкая. А с другой стороны, присутствует как мягкий, так и твердый наполнитель кокосового койра, что продает матрасу более жесткость. То есть, по желанию, можно переворачивать, да? Да, разумеется, матрас двухсторонней жесткости, если вам не очень комфортно, можете перевернуть и попробовать на другой стороне. Вот это у нас беспружинный вариант матраса, да? Да, этот беспружинный матрас рассчитан уже на более большой вес, до 150 кг. И также сочетание слоев может быть абсолютно различным в зависимости от требований покупателя. Можно сделать как мягкий слой, так можно и жесткий, и также можно их менять. Матрас для детей. Он чем-то будет отличаться от взрослого такого обыкновенного матраса? Ну, он отличается высотой матраса, так как ребенок, у него небольшой вес, и ему не нужно большой нагрузки для того, чтобы промять матрас. Как правило, детские матрасы, они высотой 12-14 сантиметров, и в них отсутствует преобладание твердого наполнителя, такого как кокос, потому что он не нужен. Возраст здесь имеет значение. Детям и подросткам рекомендуются матрасы с особой упругостью. Это убережет растущий позвоночник от деформации. После 50 лет стоит выбрать модель с хорошими анатомическими свойствами, чтобы матрас мягко и бережно облегал тело. Всем остальным надо искать золотую середину. Собираясь в магазин для выбора матраса, наденьте удобную, не стесняющую движение одежду, чтобы при испытании понравившейся модели вы могли чувствовать себя свободно. Протестируйте как минимум три модели матраса, причем желательно из разных серий. Нельзя будет считать выбор правильным, если вы просто посидите на краю матраса. На нем обязательно нужно полежать, причем полежать именно в том положении, которое вы принимаете обычно во время сна. Цена матраса определяется следующими параметрами. Количеством пружин и их конструкции, материалом наполнителей и качеством обивки. Ну а чтобы новый матрас прослужил долго, за ним надо правильно ухаживать. Хотя бы регулярно переворачивать вначале раз в две недели, а потом каждые три месяца. И ни в коем случае не выбивать пыль. Ведь это не ковер. Чистить матрас нужно минимум раз в полгода. Это можно делать с помощью обычного пылесоса, однако такая чистка не гарантирует стопроцентного результата. Даже самые современные средства способны очистить грязь лишь с поверхности матраса. Альтернатива – химчистка. Но нести в химчистку матрас совершенно неудобно, поэтому мы проведем эту процедуру на дому. Максим, привет. Привет. Скажи, мы готовы начать химчистку прямо сейчас? Ну, почти. Матрас у нас не такой, как в магазине, без пружины различных наполнителей. Но мы же сможем его почистить? Да, конечно. Матрас отличается, но технология чистки, она примерно такая же, как и матрас с пружинным блоком и с кучей всяких наполнителей. В тех матрасах верхний слой ткани состоит, во-первых, из трех слоев. Это сама верхняя ткань, дальше идет синтепон, который задает пышность, и третий – это техническая ткань, которая очень хорошо пропускает воздух, но очень плохо пропускает воду. Поэтому, когда на матрас мы что-то разливаем, пятно не впитывается вглубь, а расплывается по поверхности. Для начала мы сделаем преспрей наиболее загрязненных участков, дальше нанесем аппаратом общий раствор, и после этого начнем экстракционную чистку, то есть всасывание грязного раствора в бак для грязной ванки. Пыль, клещи и волосы – только часть того, что скапливается в матрасе. Химчистка избавит его от этих лишних накопителей, и в течение ближайших трех-шести месяцев о них можно забыть. Если использовать только традиционные домашние способы – щетка, тряпка, домашний пылесос, то делать это придется еженедельно и с наименьшим результатом. Итак, Алина, я почистил половину матраса для того, чтобы можно было сравнить половину до чистки и половину после чистки. Как мы видим, разница есть, разница ощутимая. К сожалению, не все пятна уходят, как мы можем наблюдать. Пятна есть, пятна остались. Чаще всего это тониновые пятна – это натуральный краситель, который появляется в натуральных тканях. Чем дольше пятна в ткани, тем сложнее их удалить. Я слышала, что во время чистки можно использовать кондиционеры. Многие компании практикуют это, но мы не рекомендуем, потому что приятнее, когда матрас пахнет своими натуральными запахами – это поролон, синтепоны, ткани и так далее. И чистотой. Хороший матрас с блоком независимых пружин и натуральными наполнителями в виде латекса и кокоса при правильном уходе прослужит до 10 лет. А если все-таки спать стало неудобно и сон превратился в мучение, значит, пора идти в магазин. Ну а с вами была программа «Формула качества» и я ее ведущая Алина Шувалова. Пока, до встречи.